Вы получили настоящее музыкальное образование. Вы являетесь преподавателями высших музыкальных заведений страны, лучших музыкальных заведений. И ведете вы совсем себя не так, как ведет себя, на мой взгляд, классический преподаватель. Вы делаете фотосессии босиком, вы играете не всегда в концертных залах. Это что такое? Почему такой формат? Это желание привлечь просто публику, которая никогда не была связана с классической музыкой, ну и с музыкой настоящей, джазовая музыка, классической музыкой. Поэтому это некий такой приоткрывание секретов наших, что мы тоже такие же люди, которые ходим босиком и иногда какие-то обычные вещи делаем. Поэтому, как говорится, мы люди. Ваши студенты, они как относятся к полетам на Северный полюс? Своим все равно было, на самом деле. Сейчас студенты там все равно. А у вас много студентов? У меня было, да. Сейчас я не преподаю. Я не преподаю, поэтому как бы сейчас у меня такие мастер-классы проходят, которые проходят, приходят, уходят новые, проходят. Поэтому можно у меня царство и скажет больше. Да, Александр, я знаю, что вы профессор консерватории, правильно я говорю? А какая вторая, московская? Вторая, какая? Первая московская, вторая. Университет Цехуио. Япония. Большая разница преподавать в России и преподавать в Японии? Ну, вы знаете, я думаю, что никакой разницы вообще. Потому что и там, и там студенты, ученики, отец, и все. В общем-то, человек либо там, у него есть способности к музыке, либо нет способности к музыке. Если у него нет способности к музыке здесь, в Москве, то с ним трудно. Что в Японии тоже трудно. Здесь, в общем-то, этот пуск, а на национальности-то не годится, вы понимаете? Хотела спросить про сегодняшний концерт, программа. У нас этот концерт называется «Классика на территории джаза». Я посмотрела те произведения, которые в программе этого концерта. Это действительно такой кроссовер. То есть сами произведения можно назвать кроссовером. Это что будет? Это все-таки будет джаз? Или расскажите? Как бы имеется начало из чего-то и свой исход, поэтому джаз тоже не появился. По крайней мере, до этого изобрели нотную грамоту. Поэтому, да, и в названиях есть такое «бароккоин ритм», скажем, да? «Бароккоин ритм» или «в ритме какого-то у джаза». Где-то есть названия, пробежающие нас классические. А в принципе, я думаю, что это джаз, тем более, что мы играли самым известным участникам во втором отделении. А территория, да, вот мы такие классические музыканты. Вот, Игорь, у нас даже универсальный музыкант, и классический, и джазовый, и классический. А у меня не видно, наверное, да? Видно, я же смотрю. Мы зашли вот на территорию Игоря, пытаемся кусок леба. Когда Вы окончили сначала училище, а потом институт Гнесиных, Вы работали не с классическими музыками? Нет, я же начинал прозвание джазов. В Гнесина, она на джазовом отделении. И в институте, в котором я сейчас соболел, тоже на джазовом отделении, поэтому вся моя практика происходит в преломлении через джаз. Ну, мне очень нравятся разные стили. Нельзя смотреть очень узконаправленно. Музыкант не должен смотреть узко на все, что называется музыка. Нужно смотреть шире. Есть фольклор, есть современный музыкант, есть классика, есть фри-музыка. Есть вот такие сплавы, как вот сегодня мы с Денисом будем подарить. Мы это хотим сегодня. Вчера на репетиции Денису подарил. Он великолепно играет его. Денис, возьми в каденции, сыграй его, а рок в эту публику просто ты. Она восторгивает от того, что приехал такой человек с таким именем. Академический музыкант, без того ни сего, начинает бегать какие-то роковые риффы. Я говорю, это будет только плюс в нашей программе. Да, я думаю, что в продолжении слова Игоря, я хочу сказать, как вы видите, что Игорь абсолютно прав. И то, что он говорит, это не есть подтверждение, между прочим, даже классической музыки. Потому что, вот если так разобраться серьезно, то современный классический музыкант, он может, современный классический музыкант, он должен играть, уметь все стили. Вот это получается. И есть такое понятие, что универсальное, то есть музыкант, да, классический, то есть универсальный музыкант, который играет музыкант. В конце концов, ты должен воспитывать публику не только, ну, вообще наша функция, чтобы мы немножко воспитывали публику, так как мы представляем, глядя на музыку с нашей точки зрения. Не только, чтобы они знали и слушали классику, но чтобы они знали и слушали другие стили. А вот это очень... О, супер, отлично. О, супер, отлично. О, супер, отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ